Привет, друзья! Еще раз с пятницы вас! Сейчас у нас будет рассказ Я ржал, я не мог вообще Саша Руденко нам прислал его Но это нечто Ну правда, для того, чтобы понять, о чем речь Нужно посмотреть Властелин колец Первую часть Ну, короче, слушайте Кто смотрел, врубится сразу, это что-то Эта история случилась С моим школьным приятелем Алексеем Она произошла еще когда Порядка на ЖД вокзалах и в аэропортах Не было Алексей спокойно ждал пересадку в зале ожидания Ждать было недолго, 18 часов Он развлекал себя как мог И собирался во второй раз перечитать Шедевры литературного жанра И мысли Я вор в законе Как вдруг увидел, что цыгане Разводят какого-то такого же мужика-путешественника Алексей подошел поближе К этой компании И ему стало слышно отрывки фраз На тебе смертельная порча Нужно срочно снимать Все умрут Нужны деньги, золото Было видно, что бедный мужик под гипнозом Самая говорливая цыганка водила ему по лицу пером И что-то бубнила А остальные 5-6 создавали фон Мужик полез в карман за кошельком И Алексей представил себя Без денег в другом городе И ринулся защищать бедолагу Товарищи цыгане Гражданин со мной Нам пора идти Он взял несчастного мужика под гипнозом за локоть И повел в сторону Тут же он ощутил, что его оттаскивают за шкирку Он обернулся И увидел сзади стоящего Огромного цыгана Детину с золотыми зубами И сквозь зубы он ему прошипел Иди куда шел Порежу Быть зарезанным в другом городе Алексею не хотелось И он отошел Тем временем Мужчина отдавал цыганам Золотое врачальное кольцо и часы В Алексея закипело чувство справедливости Он нащупал в кармане Кусок мела Который остался у него После рисования на асфальте с племянницей Решительно подошел к толпе Сел в ногах у мужика И как в Гоголинске Вии очертил круг Внутри которого оказался и сам И мужик поднял руки вверх И с сумасшествием Начал орать Дело в том Что Алексей очень любил Властелина колец Толкина Это заклинание Гендальфа Он зачем-то выучил наизусть Оно означало Эльфийские ворота Откройтесь для нас сейчас Дверь народа гномов Вневлем моему слову Алексей кланялся И выкрикивал заклинания Снова и снова Его слово Внимали не только гномы Но и цыгане Нервничая Они начали креститься И уходить в сторону Алексей увидел Того самого цыганского детину С золотыми зубами Он зло смотрел на Алексея И что-то сурово бормотал Алексей вспомнил Свою любимую сцену Сражение Гендальфа С балрогом И демоническим существом И глядя в лицо врагу Проорал на весь вокзал Я служитель тайного огня Хранитель пламени Анора Темный огонь тебе не поможет Пламя у Дуна Возвращайся восьму Ты не пройдешь Лицо цыгана побелело Он упал на колени Потом стал доставать из карманов Золотые украшения И складывать вокруг В круг из мела Алексей не мог остановиться И в выступлении орал Возвращайся восьму Ты не пройдешь Бедный цыган заорал И запрещитал У меня больше ничего нет Есть только зубы Но на это мне нужно какое-то время Алексей не останавливался Я служитель тайного огня Цыган плакал У меня семья Мне страшно Милиция, помогите, убивают Потом быстро вскочил и убежал В конце концов У входа в ЖД вокзал Остались двое Алексей и мужик Алексей встал Отряхнул штаны И сказал мужику Вот, забирай Здесь все твое Будь здоров И больше не впутывайся Мужик Глядя на него С шалевшими глазами Напоследок спросил Сколько я вам должен Заснять тебе порчи Ха-ха-ха-ха-ха-ха Ой, не могу Ребята Все Всем хороших выходных Здоровья Поцветания Пока Ха-ха-ха-ха-ха Я не могу Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова